Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Есть одна такая популярная точка зрения насчет церковной жизни, что вот в апостольские времена на заре зарождения христианства все было так замечательно, все было так прекрасно, одухотворено, и не то что сейчас. Все так плохо, все так очень упадочно, вот такая точка зрения популярна, но она справедлива лишь только в очень малой степени, а в основном, конечно, она безосновательна, потому что всегда в церкви были проблемы, даже в той иерусалимской общине, где действительно, по слову евангелиста Луки, написавшего деяния апостольские, у всех было одно сердце и одна душа, вот, и никто не имел ничего своего, но у всех было все общее, да, такой период был именно только в иерусалимской общине, среди христиан. Но и то, даже, там тоже говорится в деяниях, что начался, допустим, ропот среди христиан из евреев-еллинистов, так сказать, евреев рассеяния, что их женщины, жены, вдовы там были пренебрегаемы, вот, и тогда, значит, было постановлено избрать благочестивых мужей, чтобы они пеклись о столах, о материальной базе церковной и так далее. То есть, тогда уже были какие-то, уже огорчения среди христиан, разделения, споры друг с другом. В иерусалимской общине. Не говоря уже о том, что, вот, Павел основывал по разным регионам Средиземноморским, в том числе в Каринфе, общины христианские, где тоже были проблемы с самого начала. И о чем сам апостол, направляя письмо к Каринфской общине, уже говорит, что вот от домашних Хлои некой мне стало известно, что среди вас есть разделение. Ну, кстати, кто такая Хлоя? Она упоминается только здесь, в этом послании, в начале послания Каринфаном Первого. Вот, ничего мы о ней не можем сказать, кроме, наверное, того, что, очевидно, ее домашние, а здесь можно понимать, не только члены семьи, но и слуг, они добрались до Павла, значит, который в это время находился, конечно, не в Каринфе, если он направляет свое послание к Каринфинам, а находился он, скорее всего, в городе Ефесе, отстоящем на несколько сот километров от Каринфа, в Малой Азии. И вот эти домашние Хлоины, очевидно, добрались до него, по какому поводу? Скорее всего, они занимались торговлей, как предполагают разные толкователи. И вот от них Павлу стало известно, что в Каринфе, трудами и благовестием которого основалась достаточно хорошая по численности христианская община, а Каринф в то время был город влиятельный, портовый, и вот от домашних Хлоины сделать мне известно, о вас, братья мои, что между вами есть споры. Вот, имею в виду то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполносов, я Кифин, а я Христов. Интересная фраза, ну, допустим, я Павлов, понятно, Павел здесь проповедовал, много трудов положил на то, чтобы основать эту общину христиан в Каринфе, я Аполлосов тоже понятно, а в Аполлосе есть сведение, что он был иудей из Александрии, а проповедовал сначала в Малой Азии, будучи наставлен только отчасти на путь Господень, он знал крещение Иоаннова, вот, и Акила и Прескила, спутники Павла по Каринфу, как раз наставили его лучше, вере, и уже открыли ему Иисуса Христа, и он потом стал проповедовать, что Иисус есть действительно Христос, Мессия, настоящий, обещанный иудеем. И вот он был красноречив, имел, очевидно, дар проповеди, и одновременно был интеллектуал, александрийские иудеи были весьма интеллектуальны, они знали греческую философию, и умели соединять, скажем так, знание писания, в том числе, изъяснять его в терминах греческой философии для местных интеллектуалов, вот этим отличался Аполлос. И, очевидно, в Каринфе тоже образовалась партия его сторонников, которые делали упор, прежде всего, на интеллектуальную экзегезу, на богословие такое высокое. Вот, понятно, что Аполлос имел своих сторонников, Павел мог иметь своих сторонников. Дальше, Якифин, ну, Кифа, это имя арамейское Петра. Известно, что Петр, апостол, вообще не проповедовал в этом регионе, вовсе. Но, очевидно, что его сторонники какие-то его тоже из Иерусалима пришедшие или из Антиохии, где прежде всего Петр проповедовал, добравшись до Каринфа, они тоже могли указывать, что вот прежде всего надо слушать Петра. Вот, прежде всего он, Первый Верховный апостол, и именно его первого Христос выделил среди других апостолов. Так, может быть, они могли рассуждать. А дальше, Я Христов, еще. А что это за партия Христа могла быть? Здесь тоже могут быть разные такие мнения среди толкователей. Может быть, это были сторонники Якова, брата Господня, который по плоти действительно был родственник Христов. А кроме Якова у Иисуса были еще современники, тоже младшие братья, там Симон, Иуда, которые перечисляются в Евангелиях. Вот, может быть, эта партия могла делать упор на Якова и его родственников по плоти Иисуса и говорить, что вот именно они самые авторитетные в этом отношении среди христиан. И именно на них надо ориентироваться. Такое, возможно, тоже могло быть. Но есть еще другое мнение, когда можно предположить такое, что писал апостол Павел по-гречески или, скажем, его поддиктовку тот, кто писал по-гречески, там не было пунктуации, не было, скажем так, точек, запятых, а в те времена текст шел сплошным, так сказать, рядом слов. И тогда можно предположить еще, что Павел говорит как бы от себя, а я Христов. То есть вы говорите, вы там Павловы, вы Аполосовы, вы Кифины, но я Христов. Такое тоже можно, так можно понимать эту строку. Вот. Но до конца опять-таки это неизвестно. Можно понимать и так, что была партия Якова, так сказать, с родников Иисуса Христа по плоти, а можно понимать и иначе, что апостол Павел, диктуя, скажем, это послание, имеет в виду, что на самом деле нужно быть Христовыми, а не какими-то еще там Павловыми, Аполосовыми или Петровыми, Кифинами. Вот дальше он продолжает через некоторое время. от Него, от Христа и вы все во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. То есть, таким образом, важно быть едиными во Христе, а не делиться на какие-то фракции, не отдавать по-человечески предпочтения тому проповеднику или другому, или третьему. Вот и дальше он тоже отмечает, что «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефанов дом, а крестил и еще кого не знаю». Вот тоже мысль продолжается в том плане, что те крещеные, которые могли быть апостолом Павлом обращены, так сказать, к вере, они могли его еще больше, так сказать, выделять среди других. Вот. Но Павел благодарит Бога за то, что он почти никого не крестил в Коринфе, чтобы, опять-таки, не подавать лишнего повода к таким же подобного поводу, подобного рода разделением, потому что тогда это могло быть еще больше. Кстати, в греческой среде, языческой, преимущественно тот, кто, допустим, обращался к каким-нибудь иерофантам, был наставлен в мистерии некоторые, и, так сказать, ну, имеется в виду в языческих мистериях. Вот кто был каким-то таким, значит, жрецом иерофантом вот наставлен в этих мистериях, того они называли отцом своим, вот как бы по духу, и выделяли именно этого иерофанта больше всего. Вот, естественно, апостол мог тоже знать про это, и таким образом, чисто поязычески, когда была привязанность к тому или иному проповеднику, он это, конечно, всячески воспротивился этому, это понятное дело, что нужно было знать только одного Христа и исполняться его духом. Вот, и, конечно, имея в виду свою любимую, самую любимую метафору, что церковь есть тело Христа, начиная с каждой местной общины, то он и задает вопрос, а разве разделился Христос? Разве Христос принадлежит одной или другой или третьей партии? Он принадлежит равно всем. И таким образом, конечно, важно быть Христовыми. Важно одними устами, одним сердцем его исповедовать и в одном духе пребывать, в духе, конечно, смирения, терпения и любви. Вот, и в таком случае, да, он еще добавляет, что Христос меня послал не столько крестить, но благовествовать и не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Здесь, может быть, намек такой на Аполлоса, который, хотя тоже был христианин и тоже делал одно и то же дело, что и Павел, но, может быть, он мог увлекаться чисто интеллектуальными элементами в богословии и, так сказать, его сторонники могли превозноситься внешним знанием, высоким богословием, так сказать. А Павел говорит, что я знаю только вот Христа и его крест, а слово о кресте для погибающих безумие, а для нас спасаемых сила Божия. Вот, и дальше тоже продолжение этой мысли, что когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости его, то благоугодно было Богу безумием, так сказать, проповеди спасти верующих. Иудеи требуют чудес, греки ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев скандал, а для эллинов, для греков, так сказать, философов безумие или бессмыслицу, но для нас спасаемых Божию силу и Божию премудрость. Вот, ну и конечно все разделения церковные от древних времен до наших дней из-за недостатка прежде всего любви. Вот, любовь объединяет, любовь принимает в том числе своих врагов или разномыслящих с нами, а чисто по-человечески конечно мы любим, когда с нами соглашаются во всем, когда нам потакают. Вот, пожалуйста, даже взять этот проклятый и болезненный украинский вопрос. Ведь слышишь даже от многих на исповеди вот я, так сказать, там у меня все негодование внутри, если кто со мной так сказать спорит там или разномыслит. Вот, пожалуйста, картина, можно сказать, наглядная. Ну, легко действительно любить тех, кто с нами согласны. А чисто по-человечески совсем невозможно любить тех или принимать тех, кто нам противоречит. Даже поэтому такому вполне земному вопросу. Вот, и вот, пожалуйста, начинаются очередные разделения, ссоры, разногласия. Ну, в крайнем случае, там люди избегают общаться друг с другом, ну, пусть, чтобы не ругаться лишним образом. Но какая уж тут любовь? Какое уж тут принятие друг друга во Христе? Нет ничего подобного. Вот, пожалуйста, а ведь мир взаимный начинается именно с того, когда мы сочувствуем, пусть мы не принимаем точку зрения другого, но мы принимаем его самого и, в общем, ничего против его не имеем. Вот, пожалуйста, мне кажется, что чудо умножения любви это еще более редкое чудо, совершаемое Богом, ну, вот, чем даже умножение хлебов, о котором повествовалось в евангельском сегодняшнем чтении. По крайней мере, в умножении хлебов неодушевленная, так сказать, стихия, податливая, она может как-то вот по слову Господа, там, хлеб или что-то еще действительно быть умножимым, чтобы все насытились. А вот любовь это еще более недостижимая вещь. Если люди сами ее не ищут, а если люди ищут только своей воли и только того, чтобы любыми способами как бы одержать вверх в полемике, вот, тогда ни до какой любви, тогда если люди сами не ищут, не идут навстречу, чтобы эту любовь как-то в себе хоть немножечко, хоть на капельку умножить, тогда и Бог ничего не может сделать с нашими сердцами, очерствевшими, окаменевшими, или с нашей косностью, с нашей инертностью, да, Бог ничего не сделает. Он оставляет нас в этом же состоянии, в каком мы привыкли пребывать. Ну и поэтому конечно вся история человечества в основном состоит больше из конфликтов, чем из примеров согласия и любви, которые были гораздо реже, вот, и остаются гораздо реже, чем какие-то разделения, начиная с коринфской общины и кончая, конечно, современными христианскими общинами. вот, но другого-то пути нет, как кроме только самоотречения и усилием воли, чтобы мы искали все-таки путь взаимной любви. Другого пути нет и невозможно. Бог есть любовь, и Он призывает любить друг друга вопреки нашим каким-то сиюминутным разногласиям. Аминь. Аминь.